Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Мы приехали из города Ивакии, при которой вкусы мы. Мы пострадали так же, как и Комейская область. Я очень уважаю тех, кто занимается восстановлением и развитием вашей области. Нам хотелось бы вас узнать и учиться, для того, чтобы восстановить наш район, развиваться дальше нашей малой розы. Массовая уборка зеленого гороху в эти дни проходят в многих районах Гумерской области. Аграры уже собрали уроджай с большим 300 гектаров. У плана «Хамаль» столько же. Найбольшая активная уборка идет на полях Ксуп-Брыльева. Там побывала Ганна Ковалева. Незважаючи на резкие пирамены на двор, я на полях Ксуп-Брыльева полным ходом идет сбор зеленого горошку. Эти комбайны голландской вытворчасти пристосованы специально для сбора этой культуры. Техника одразу очищает рослину от струков, покидающая суцельные горошины. Таким способом у день тут сбирают приклад на 25 тонн. В 6 часов уезжаем с гаража. Не тяжело, нормально. Работать можно. Со спаржевой фасолью в том году убирал, тоже на комбайне. Ну, чуть-чуть сложнее горох убирать, чем спаржевую фасоль. Горохом селета тут засели 130 гектаров земли, 115 – их уже прибрано. До речи тут с этой культурой працуют по отмысловой технологии. Засевают не все поли одразу, а с промежками, как и поспевание отбывалось поступово на разных участках. Это также проходит и уборочная кампания. Для чего мы делаем это по срокам? Чтобы горошек не перезревал и поступил экстра-класса в банку и качественно подался на стол покупателя. С момента посевы и до поспевания горох два разы опрацовывают гербицидами, как оборонить от пустозелля. Але на корыстной властивости кончатковых продуктов это не уплывая. А кроме пустозелля, улику ворога у рослины – засуха, якая в этом году периодично надзиралась у регионе. Правда, на узровне уроджайности это не отбилось. Все лето она складает тут около 80 центнеров с гектара. Культура наличия множества сортов. На прикладах это называется «родован», именно из которого готовят аллеуи. Тому сразу после сбора уроджай накрываются на консервацию. Дорога проводят эту процедуру прямо тут, у Брылева, на властном консервовом заводе. Такое суседство дозволяю максимально захавать свежесть продукту. Бузаличные хвилины с палетка у горох адразу трапляя на конвейер, а затем и до своего споживца. Дорога на этой вытворчасти перепрасывали уже 700 тонн нового уроджаю. Поставки гомельского гороху идут у Россию, а так само Гродинскую, Витебскую, Минскую и иншая в области нашей краины. Коли шказать про пошни дадзины Гомельской в области, то на сёння в нашем регионе поспели собрать амальдзве тысячи тонн уроджая гороху. А гэта прикладна у полтора разы больш, чему гэта шпирает минулого года. Ганна Ковалёва, Игорь Марышченко, Телерадо, компания «Гомель». У системе жилёво-коммунальной господарки черговые изменения. С первого кастричника господары незаселенного жилья будут платить за воду в залежности от площади кватеры. Новые вяди не будут стычаться наличения платы за послухи водозабеспечения и вододвядения в жилых помешканьях, где не установлены лечильники при отсутствии зарегистрованных грамадян. Объём срасходованной воды у таких кватерах будет вызначаться, заходячи с нормы споживания. Так само будет вылечаться умунная колькасть грамадян. Для гэта га площу поделись на 20 квадратных метров с уликом округления у меньший бок до целой личбы. Оплату возьмут по тарыфах, які забеспечивают полное вертание экономично обоснованных затылок. По приблизных падликах сумма будзе утрая большая, чем с лечильниками. Гэта значы, што пасля уступлення усилу измененню, тым, хто жадая платить только за фактично спожитый объём воды, треба будзе установить такие приборы и заключить договор на водозабеспечение и водоадвядение. Если, ну, предположим, в квартире, квартира у гражданина 50 квадратных метров, то предполагается, что на одного жильца должно относиться 20 квадратных метров общей площади. Соответственно, в данном помещении предполагается, что проживает два человека. Исходя из этого, будут начисляться платежи за пользование водоснабжением в соответствии с нормами, утверждёнными гороисполкомом. И оплачиваться будут по полной стоимости, то есть обеспечивающей полное возмещение затрат жилищно-коммунальных организаций. Хотелось бы сказать, что на сегодняшний день стоимость водоснабжения и водоадведения порядка в три раза выше по, скажем так, тарифам, обеспечивающим полное возмещение по сравнению с субсидируемыми тарифами. Урачисты узнагороджены орденом МАТИ, ящи одной жихарки Гомеля пройшло у администрации Центрального района. Отповедный указ был подписан и президентом Республики Беларусь 27 червяня. Орден МАТИ у Беларуси урушается с 1996 года. Сгодно с положением, это узнагорода даётся женщинам, которые народили и выховали пятеро и больше детей. Сирот 997 шмадзетных МАТИ Центрального района эту гоноровую однаку уже отримала 31 женщина. При этом большесть узнагородженных не только займаются семейными справами, али протягивают працовать. Алена Быховец – кондитер гомельского филиала, закрытого акционерного товариства «Доброном». А Галоне – мать для своих трех дочок и двух сынов. За сабливым хваляванием я напрямала гоноровую знагороду. Повеншевать счастливую семью, а так само уручить свои подарунки, пришли представники предприемства, на яких працуют батьки. От такой колькости уваги счастливая мать к реху разгубилась. На поддержку её пришёл муж Александр. Семья должна быть семьёй, двое нас и пять родителей. Стараемся поддерживать друг друга. Дети тоже помогают, уже старшая дочка, взрослая помогает уже с маленькими. Ганна Каральчук, Марина Северьянова, Михаил Рабков, телерадио «Компания Гомель». Сегодня у глядачу вечернего эфира на телеканале «Беларусь-4» будет уникальная макшимость отправиться у виртуальное подорожье на далёкий африканский континент. В очередном выпуске программы «Добрый вечер, Гомель» гость студии, гомельский фотограф и вандроник Юрий Беруков поделится подробностями своей недавней поездки в Африку и эксклюзивными кадрами, куды отправиться тем, хто прагне экзотики. Чым так притягвае гэтый континент гомельского вандроуцу? Чому замест спокойного отпочинку и он отдал перевагу экстремальному на край света? И ци правда, что Африка – краина не для усіх. Отказы на гэты и инше питание у программы «Добрый вечер, Гомель». Сегодня у 19.30 у эфиры «Беларусь-4». Приемная новина для аматоров вуличного баскетбола. Гомельский областный центр Олимпийского резерва уладкавал для усіх жадающих стационарную пляцовку для стритбола. Здавалося б ничего особливого, але идея, что у центра Гомеля такое есть. Областным центром Олимпийского резерва по гульнявых видах спорту дякують за идею и допомогу необъяковым аматорам. Кабы организовать стритбольную пляцовку, ахверовали часткой парковки. Тяпер ее в угол отгороджена до езду машин, а на асфальте з'явилась новая разметка. У стены красуется стильное баскетбольное кольцо, якое, до речи, не в забаве пераснастить сеткой из металличных ланцугов, яку с оправдным стритболе. Створение объекта не каштовало центру, амаль ничога, дякуючи спонсорской допомозе и зноутакий патрымцы аматоров. Але и от кристальника у пляцовки ничога не потрабуется. Приходь и гуляй. Кольки заугодна и абсолютно бесплатна. А не в забаве тут планують еще и створить додатковый комфорт. Гэты, а так сама иншая новины, вы можете знать на нашем сайте у интернете. По адресе www.cvrgomil.by. На гэтым выпуск завершенный. У студии працевала Наталья Игнатенко. Усяго вам доброго и до новых встреч у эфиры. Субтитры создавал DimaTorzok